Привет, привет, с вами я, Моди, и это снова рубрика интервью. И сейчас я буду брать интервью у лидера больницы Лас-Вентурас. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Так, расскажи о себе, где живёшь, сколько лет, где учишься, чем занимаешься. Меня зовут Владислав, мне 16 лет. Учитель техникум на первом курсе, вот перешёл на второй. Учитель повара-кондитера. Чем занимаетесь? Хокеем. Хоккеист? Да. Так, хорошо. Владислав, на каких вы серверах играли или играете? Играл я на Ониксе, у меня там 15-й левел, был ФБР седьмым рангом, вот. Я слетел с этого ранга барном, ДМЗЗ, ну там случайно ДМЗЗ был вообще. Вот. Потом играл на другом проекте под названием Сампорпе, десятый сервер. Там он отстоял русскую мафию, взял 64 бизнеса. Вот, и всё, и перешёл на Сапфир. А вас кто-то позвал или вы сами как-то узнали о том? Нет, я просто вообще про Даймон ТРП узнал по этому, по Латсплечку. Там Латсплечик снимал Даймон. Вот, меня интересовало, я решил поиграть. Сколько вы уже играете на данном сервере? На данном сервере я играю в январь, с февраля, с середины февраля. Какие вы будете проводить мероприятия или уже проводили? Мы уже провели с министром здравоохранения Эдвардом Кингом, провели Евровидение, потом провели поход по штату Сапфир на велосипедах. Вот. Вот, сейчас у нас, завтра уже будут мероприятия, конкурс талантов. Ну, там подробнее в портале, можете посмотреть на форуме. Вот. И 20-го числа у нас закрыто сейчас мероприятие до 20-го числа. Лучший гимн Министерства здравоохранения. То есть там должны все на видео сделать какой-то гимн? Не, не стоит, просто текст, текст. А, текст написать они должны? Да, да. А, понятно. Долго вы шли к этой должности лидера больницы Лас-Вентурас? На самом деле, я пришел на Сапфир, потом пошел в ПД, ЛВПД, вот, окачался до третьего ранга, и мне повезло, я написал заявление на комиссара, вот, и так получилось то, что я, как бы, затащил данный пост комиссара. Ага. Ну, а на больнице ЛВ как вы встали? На больницу ЛВ после ЛВПД я перевелся на подполковника в армию ВВС, вот, передаю, кстати, привет Алексею Камачу, этот, не Алексею Камачу, а Алексею Малевичу, который мне все объяснил, помог, и с подполковника я написал заявку на больницу Лас-Вентурас, и затащил. Сложно ли было встать на лидерку? Не, ну, смотря как ты на обзоне ответил. Ну, короче, все решается обзоном, да? Да, я считаю, да. Каково вам быть лидером больницы Лас-Вентурас? Ну, легко, как бы, работает, сотрудники у меня есть, помогающие мне, и заместитель, который мне помогает, Марк Харвей, недавно поставил на 9 ранг, заместитель моего. Он мне помогает с обеседованием, с отчетами, и тому подобное. Вот, основной состав у меня есть, то есть, там, 4-7 ранг и 8 ранг есть. Вот, они мне тоже все помогают, и я им благодарен за это. У вас есть в Бладовой организации или нет? В Бладовой организации не было, я это искореняю, так скажем. Ага. Я вижу это. Сложно ли заниматься личной жизнью и стоять на посту лидера? Нет, так у меня сейчас как раз летом закончились тренировки, вот, с 1 сентября опять начну заниматься, а пока в свободное время я играю, отыгрываю норму и отдыхаю от самбо. Сколько дней вы уже стоите на посту лидера больницы ЛВ? Я стою с 20-го числа, то есть, у меня через 7 дней будет срок. Вы останетесь на второй срок, или если вам предложат на пост администратора, вы пойдете на администратора? Не, ну, конечно же, если мне предложат, то я думаю, не надо от этого отказываться. Вот, но если дадут второй срок, то я соглашусь, почему бы и нет. Как вы считаете, по поводу следящих за Министерством взрывоохранения, они справедливые или нет? Да, они очень справедливые, то есть, они помогают мне со всякими различными мероприятиями, такими как субботники и тому подобное. Вот, особенно благодарность Эмори Камачу и Ричард Милиано за слежкой на казну, как бы так сказать. В общем, они не помогают совсем на лидерстве. Ага, так, хорошо. Если вас возьмут на пост администратора, и вы дойдете до третьего или четвертого уровня, то за кем вы хотели бы следить? Ну, конечно же, у меня сфера МЗ, я бы хотел как бы следить за Министерством взрывоохранения, потому что у меня есть большой опыт сферы в этом. Какие фильмы вы любите смотреть? Слушайте, да я все фильмы. Кто порекомендует такого фильм, то я обязательно посмотрю. Нету любимых, нету неплохих фильмов, у меня все нормальные фильмы. Как вы думаете провести это лето? Провести это лето, погулять, отдохнуть, вот, сейчас как раз у меня у друзей будет это все лето, день рождения, вот, но отдыхать, соответственно, и свободное время играть сам, отыгрывать норму. Расскажите о своей истории в Сампе. Так, таковой у меня истории нету в Сампе, вот, ну, повторюсь же, я стоял на русской мафии на Сампор по 10 сервере, вот, взял все 64 бизнеса, вот, и все, как бы, большой истории у меня нету, такая, маленькая. Так, хотели бы вы еще что-то сказать или передать кому-то там привет или поздравления, может быть? Ну, я хочу передать привет всем All Team админам, вот, всем игрокам, желаю, чтобы они развивались на сервере, как только они хотят, вот, и шли к успеху. Ну, вот и все, ребята, наше интервью подошло к концу, ждите следующие интервью, подписывайся на мой канал и ставь палец вверх. До свидания, Влад. До свидания.